Так, друзья, всем привет! Всех категорически приветствую на своем канале. Вышла недавно такая вот игра замечательная под названием Land of War. Ну, не будем забегать вперед, не буду говорить, что она замечательная. От польских разработчиков, и она нас окунает в событие Второй мировой войны, а именно период с 1939 по 1940 год. Именно в тот момент, когда было столкновение немецкой армии и польской армии. Ну, кстати, давайте не будем забывать, что в это время и был оккупирован Львов. Да, посмотрим, возможно ли, будут ли разработчики поднимать этот вопрос. Давайте-ка посмотрим, собственно. Довольно-таки интересно. Начинаем карьеру. Если этот видосик наберет нормальное количество лайков, то я пройду эту игру до конца. Если вам это понравится, ставьте лайк, не стесняйтесь. Погнали! Локализация присутствует у нас на русском языке, а озвучка будет на английском. 1 сентября 1939 года. Мокрая на переднем плане. Мокрая, извиняюсь. Меня отправили вместе с трендом для обороны подступов к деревне Мокрая. По пути мы присоединились ко встречным войскам. Хорошо было смеяться среди своих, однако это не заняло слишком много времени. и мотивирует нас друг друга. Но это не будет длится слишком много времени. Может, вы покажете, а не будете рассказывать? Не понял. А, это камера. Окей. Так. Марек, не хочешь меня угостить сигаретой? Ладно, держи. Но ты уже должен мне вторую пачку. Да, Unreal Engine 4, пацаны. Да, да, да. У нас сингаплеерная компания на Unreal Engine. Что-то новенькое. Идите к черту. Матер Божья, какая ужасная погода. Не скулите, могло быть и хуже. Например. Например, если бы мы закопали здесь, и уже сейчас должны были бы присоединиться к остальным. Что-то в этом есть, должен признать. Энджи, ты в порядке? Что-то бледно выглядишь. О, как приятно. Ммм, балдеж. Ого, мы приближаемся к нашим позициям. Я слышал, что немецкая армия довольно большая. Будем надеяться, что они... Так, так. Утром Вилюнь был разбомлен их самолетами. Весь город в огне. Вилюнь? И там не дистанцируются наши войска. Да. Это тоже не укладывается у меня в голове. Хорошо, хватит болтать и сосредоточиться. Бравые ребята, польской армии. Ну, что-то на паскриптум похоже, ребятки, очень сильно. Берите за погрузку. Все должно как можно быстрее оказаться в своих местах. Ковальский. Да, сэр. Базовое движение, идти, нужно управление, смотреться. Окей. Тренировка. А чего я такой низкий? А, нет, нормально. Так, разгружать. Привет, я должен был помочь. О, блядь, о, нет. Блин, как же это плохо. Немцы напалися на позицию. Возьмите, чтобы испортить аптечку скорой помощи. О, блядь, о, блядь, о, блядь, о, блядь, о, блядь. Я боюсь, боюсь. Отразите немецкое наступление. Что, мужики, где немцы? О, щет. Да. Шутерок, шуток. Да здравствуют польские шутеры, ребята. Польские шутеры из двухтысячных возвращаются. Так, хочу сказать. Так, а можно музычку убрать? Как это звучит? Ах, ты ж падла. Гранат нету. Как понял, мы тут должны умереть, да? Можно перевязаться? Аптечки тоже нету. Аааа. Ля, откуда у тебя бар в сороковом году? Чувак. По-моему, ты, это что-то на... ППШ. О, не, ну, в принципе, да, так всегда. Что ты за оружие? Мне нужно найти кое-что другое. Давай, давай, блин, бритва. О, пушечка. Отлично. Ковер-файер. Ковер-файер. Ади там. Ага. Пушку уничтожили. Так как только я подошел. Ну, это, блин, типичный Call of Duty какой-то. Я не знаю. Аптечку дайте. Шутерок. Так, подойти к стационарному оружию. Да-да-да. Так, его опять уничтожили. Что? Прыкалывайтесь. Прорвкайте. А где танки? А, вон был. ПЗ-1 или ПЗ-2. Это ПЗ-2. Бьем в башню. Отразите немецкое наступление. На. Такой по пирам. Ё-моё. Вот это да. Ребят, ну, если я захочу поучаствовать во Второй мировой войне, даже за поляка, я лучше пойду по скриптам. Там, как бы, тоже польская армия представлена. Что у нас тут? По полу, на безопас. Капец, сколько их тут. Я в шоке. Мужик, вставай. Вставай, блин. Ковальский, армия приближается. Пройми Бофферса в тылу. Давай, бегом. Не трожьте. Не внимайте меня. Блин. А что это за миссия из этого Скалл Дьюти? Боже. Итак, это замечательная игра. Как обычно, крашилась. Я не удивлен, в принципе, потому что игра, которая сырая, довольно-таки, и заскриптованная. В общем, много тут скриптов. Но в то же время, я ожидал, что так быстро. Но в первой миссии могли по первой миссии хотя бы нормально-таки отладить. Посмотрите, как я просто сбиваю эти самолеты, и вы сразу поймете, что это за игра, и как она вообще играется, и для кого она, собственно, сделана. Садитесь за машин-ган. У нас неограниченный запас, ребята. Это пулемет. Ого, у меня тут гремит. Ой, перегрев оружие, понял. Нуу, нуу. Это, типа, пролог. Я больше и больше, что удары были амбиты от других живых людей, которые тоже были мечты, амбицины. Просто мне. Это не люди, это модельки 3D. Это просто нечто, ребята. Это настолько плохо, что... Что очень плохо. И даже не так, что бывает. Настолько плохо, что хорошо, это просто плохо. Эй, передай в оружие. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Капец, сколько есть тут. Ну, что приказываетесь? Что, вы как-то так немцы наступали, вот, как-то пулеметы. Правые польские вояки так вот отбивались. Ну, я еще не хочу никого обидеть, но у меня закрадываются сомнения. Я не историк, понятное дело. Что-то мне подсказывает, что там, по-моему, были постоянные отступления. Что это? Во, последняя волна, ребят. Последняя волна противников пошла. Давайте без перегрева. Ну, болванчики. Типичные болванчики. Просто их отстреливают. И просто ничего не происходит. Гуд вог. Гуд вог. Хорошая работа. Да, товарищи. Направляйтесь к точке перегруппировки. Мы получили информацию, что немцы захватили наши бункеры, расположенные неподалеку отсюда. Мы поедем и присоединемся к силам настоящих, охотимся поблизости. Мы их вернем. Есть вопросы? Сэр, но эта машина слишком мала для нас всех. Как вы и Ковальски появились в последнем, вы бежите за нами. Удачи вам. Какой-то у тебя слишком технологичный шлем на свое время, это вам не кажется? Ковальский. Бежит пешком. Что-то нам Петр говорил раньше, что это прекрасное было. О, шуток. О, шуток. Карма, чувак, карма. Слышишь, эти выстрелы уже близко. А, блин, как все заскриптовано, может быть, просто донесся звука. Конечно. Блин, ребята, вы прокалываете, что ли? Что это за тир? Мы должны помочь им. Петер, Хенри, спасибо, богатые. Они нас украли за сюрпризом. Заткнись и стреляй. Ты расскажешь нам потом. Ребят, конечно, поймите правильно, ну, ты уничтожен. Я уничтожен и морально, и физически в этой игре. Дальше продолжать это играть мне нет смысла. Я не вижу смысла, вернее. Эта игра, что вы понимали, весит 25 гигабайт. Что они сюда запихнули на такие гигабайты, я не понимаю. Если тут, видите, текстурка дыма от сигарет, просто как будто сжатая-пережатая гифка. Ну, как-то так, ребят. Продолжения не будет, как я обещал в начале видео. У меня нет сил играть в эту игру. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.